Астронавт Ли Миллер оказывается в одиночестве на орбите на борту заброшенной Международной космической станции. Мужчина рассчитывает выполнить работы по тестированию системы на предмет выяснения ее пригодности для жизни, и даже не подозревает, что совсем скоро ему придется проверить степень надежности МКС на собственном организме, в чем ему здорово поможет дневник участника гражданской войны в США. Нужно помнить только хорошее, хранить воспоминания и продолжать жить, потому что жизнь не заканчивается. 19 век. Во время одной из битв гражданской войны в США, один из военных армии Союза, капитан Ли Брикс, которому пришлось побывать в очень многих сражениях и стать свидетелем бесчисленных, безнравственных поступков, получает задания от своего командира. Легендарный генерал Мак Кейн рассказывает парню о том, что неподалеку появился странный объект, который необходимо зафиксировать и донести до других людей весть о его существовании. Брикс понимает всю необычность задания, ведь буквально через минуты начинается смертельный бой, в котором вряд ли кто выживет. А он вдруг получает шанс на спасение. Он, единственный выживший 22-го полка, должен вести дневник путешествия, чтобы выразить почтение и память всем остающимся тут. Генерал командует наступление, когда Брикс уезжает, рассуждая о смысле человеческой жизни. 175 лет спустя, в 2039 году, астронавт США Ли Миллер отправляется в одиночный космический полет на Международную космическую станцию. Первым делом он устанавливает связь с ЦУПом, командование которого хвалит космонавта за отлично проведенную стыковку. И напоминает о полученном Миллером задании – проверить, безопасно ли МКС для использования, так как два десятилетия назад станция по неизвестным причинам была заброшена. Сеанс заканчивается пожеланиями спокойной ночи, и космонавт приступает к обычным гигиеническим процедурам и работе. А потом из новостей узнает о том, что войска занимают территории после бомбежки. Вскоре его опять вызывают из центра и просят дать свои координаты для проверки орбиты. Миллер удивляется тому, что этих цифр очень много, но выполняет задание и прощается с Землей. Этой ночью ему снятся странные обрывочные сны, где он в форме солдата конфедерации идет по полю боя. Но наступает утро, и сон забывается. Миллер проводит каждодневные процедуры и принимается за дела. Позже ему приходит видеосообщение от брата, в котором тот сообщает, что Миллер стал дядей, и на Земле его ждет племянник, и обещает прислать фото малыша. Внезапно связь прерывают какие-то странные звуки, но на запросы космонавта об их происхождении ЦУП не отвечает. Мало того, пропадает вся связь с кем бы то ни было. Миллер вновь и вновь пытается выйти на связь, проверяя все системы, но передатчики молчат. Он находит письменные инструкции к аппаратам связи, но они оказываются на русском языке, несмотря на то, что кнопки и рубильники подписаны на английском. Это вызывает саркастические высказывания космонавта об умственных способностях разработчиков станции. Космонавт оказывается предоставленным самому себе, и его настроение меняется в худшую сторону. Миллер пытается занять себя спортивными тренировками, постоянно вызывает ЦУП, но Земля молчит. Однажды неожиданно приходит запись сообщения от руководителя полета, который извиняется за вынужденную задержку. Он осознает всю нетипичность случившегося, но не может вывести Миллера с орбиты прямо сейчас, поэтому просит потерпеть немного, пока на Земле не закончатся некие события. Обнадеженный Миллер просит подтверждения миссии, но ответа нет. Мужчина высказывает свое возмущение, если это эксперимент на стрессоустойчивость, то он уже в ярости. Но ответа нет, хотя если он может получать заранее записанные сообщения, его явно слышат. Он хочет понять, что происходит, но ЦУП все так же молчит. Проверка жизнеобеспечивающих систем показывает стабильность. Угрозы жизни нет, но Миллеру от этого не легче. Время идет. Миллер вспоминает взлет своего корабля с Земли и изо всех сил пытается сохранить рассудок. Он проводит постоянную диагностику систем МКС, но ничего нового не происходит. Космонавт придумывает себе занятия, иногда просто глупые, иногда бессмысленные. Однажды он ловит себя на том, что разговаривает со старым снимком незнакомой девушки, а в один из дней мужчина вдруг видит, как на Земле гаснут все огни, и планета погружается во мрак, в то время как он вынужден беспомощно наблюдать за событиями внизу. Ночью ему снится незнакомая длинноволосая космонавтка, и мужчина просыпается, почувствовав запах дыма. Он спешит в нежилой модуль и, надев маску, ликвидирует задымление, а позже разглядывает фотоснимки бывших членов экипажа МКС, некогда оставленных на борту станции. Глядя на их счастливые лица, можно поверить, что, в отличие от него, для них полет был большим выигрышем. Миллер мечтает, как когда-нибудь он закончит полет, вернется домой, примет душ, наденет костюм и с девушкой со снимка пойдет в шикарный итальянский ресторан, а потом они будут вместе встречать закат в Малибу. А пока он по-новой переслушивает сообщения брата, сам с собой играет в мяч и изощряется в придумывании каких-либо занятий для себя. Однажды на станции случается сбой в подаче электроэнергии, Миллер отправляется в негерметичный модуль, чтобы выполнить ремонт, и обнаруживает журнал капитана пехотного полка Брикса, датированный 1864 годом. Теперь Миллеру все чаще начинает слышаться голос, который расспрашивает о его жизни на Земле, но мужчина очень многое забыл или не хочет вспоминать. Он продолжает ремонтные работы, чередуя их рисованием на панелях станции и чтением дневника Брикса о событиях гражданской войны, когда в одном бою могло погибнуть до 17 тысяч человек. Брикс не верит, что Бог дает силы вынести все напасти, и не согласен с этим, просто у человека нет другого выхода. Как-то Миллер находит игральные карты и теперь убивает время, играя сам с собой и раскладывая пасьянсы. От тоски он высчитывает, что находится примерно за 220 тысяч миль от поверхности Земли, но это ничем не может ему помочь. Читая, он доходит до места в дневнике, где Брикс добирается до холма, за которым, по слухам, лежит объект, и у военного появляется надежда, что потомки его запомнят. Миллер не понимает, что же в конце концов ищет Брикс, ведь тот пишет, не называя цели своего путешествия. Неужели он умер, так и не дойдя до нужного места? Обдумывая приключения Брикса и сравнивая его со своим положением, Миллер неожиданно делает вывод, что он уже ничего не боится, потому что для этого нужно быть живым. И однажды космонавт делает записи на оставшихся чистыми страницах дневника. Он потерял связь с ЦУПом 7 июля 2039 года и находится на околоземной орбите 6 лет. Его миссия давно закончилась, и все, что он делает, поддерживает систему жизнеобеспечения в рабочем состоянии. За эти годы никто ни разу не вышел с ним на связь, поэтому он решил покинуть свой пост. Миллер скорее согласится на смертельное путешествие домой, чем останется тут бездыханным. И хотя он не знает, что случилось на планете, он хочет уйти в здравом уме. Оставив тетрадь, Миллер надевает скафандр и выходит в открытый космос, готовясь отсоединить свой страховочный трос, чтобы медленно дрейфовать по направлению к Земле и сгореть в атмосфере, чем медленно задохнуться на борту МКС. Однако, глядя на голубую планету внизу, он вдруг обнаруживает, что все-таки не готов совершить самоубийство, и возвращается на Землю. Проходит еще несколько лет. Волосы у Миллера стали очень длинными, на все свое тело он нанес нечто вроде татуировок. Мужчина нарисовал массу рисунков по описаниям из дневника Брикса и развесил их по всей внутренней части станции. Он совсем перестал убираться, и тесные помещения его обиталища стали похожи на звериное логово, что неудивительно, учитывая обстоятельства его одинокой жизни. Мужчина постоянно фантазирует, разговаривает сам с собой и часто видит галлюцинации. И однажды с Миллером связывается некто, кто странным бестелесным голосом дает ему инструкции по стыковке и переходу на другое космическое судно. Надев скафандр, мужчина проделывает все необходимые операции, проходит через шлюз и оказывается в странном гигантском необитаемом строении со множеством дверей, похожим на гостиницу. Миллер в скафандре бродит по коридорам и залам, заглядывая в разные двери, пока не обнаруживает лестницу, ведущую в зал со звонком на стойке. Мужчина звонит в него, но ничего не происходит. Он проходит к лифту и едет куда-то. Выйдя на последнем этаже, он видит темную комнату, в которой работает телевизор, на экране которого он сам рассказывает о своей подготовке к полету в космос. Миллер собирается включить настольную лампу и нажимает на кнопку. И вдруг все помещение озаряется включенными лампами, и он понимает, что это серверное, а рядом с компьютером лежит небольшая книжечка под названием «История любви, рассказанная тобой», где он находит изображение капитана Либрикса с его находкой, гигантским кубическим внеземным объектом, который каким-то образом помог развитию человеческого общества. В указателе книги Миллер неожиданно находит ссылку на самого себя и вводит ее в командную строку компьютера. Проходит команда о начале восстановления, и Миллер непостижимым образом переносится в обычный гостиничный номер. На нем костюм, скафандр сложен на кровати рядом. Вдруг странный бестелесный голос обращается к нему с приветствием. Неведомые они очень рады тому, что он находится тут. И прежде чем они что-то начнут, они должны сообщить ему, что он последний. И на этом все заканчивается. Они понимают, как он может себя чувствовать. Ведь человеческие связи – это, пожалуй, самое дорогое, что нужно любому живому существу. Поэтому они и слушали. Место, в котором он находится, представляет собой своего рода хранилище всех воспоминаний, всех живущих на Земле когда-либо людей, даже самых незначительных, о недолгом существовании человечества. И их нужно хранить и продолжать жить, потому что жизнь не заканчивается. Нужно только помнить, что поступки одного человека могут повлиять на жизнь других людей. Они рады, что нашли его, и ждут его возвращения и встречи с ним. Миллер вдруг переносится куда-то в центр Вселенной, где звезды и планеты кружат вокруг него. И голос рассказывает о том, что сегодня произошло общение человека, машины и теми, кто смотрел. На самом деле, человеческий мозг способен на соединение множества линий, и сегодня слились тысячи из них. Это и есть момент, когда ты не один, и чувствовал то же, что и тысячи других. А это и есть любовь. Миллер улыбается и растворяется во Вселенной. С точки зрения картинки, фильм сделан довольно красиво визуально, но помимо этого в картине заложены рассуждения на тему, давно обыгранную в кино. Что станет с последним человеком на планете, едва он осознает, что остался один. Настигнет ли его безумие или смерть, или даже он перейдет некую грань, став чем-то большим, чем просто человек, вдруг разом ощутив все то, что чувствовали тысячи других людей. Делитесь своими мыслями и подписывайтесь на наш канал.